Спасибо, что пришли в эту общую субботу. У меня утром можно было, конечно, поспать. Ну, я думаю, о проблемной производительности для людей могут показаться важнее, чем Samsung. Я имею опыт негативный с Angular и React. И, собственно, этот негативный опыт тоже долго не давал мне вообще покоя. И, собственно, почему я решил сделать данный доклад. Как много людей, которые жалуются на то, что мухром лагает, живет на каротину? Есть такое? Поднимите руки, у кого вечно с этим проблемы? У кого? Не-не, ни у кого. С кроме нет проблем. Я один такой. Я скажу так, что когда неделю-полтора на сад запустилась в старин телевизор, ты решил открыть Ахрум, и все. Я вспомнил, почему я, собственно, эту визу выкинул. Больше к нему не возвращался. То есть, как говорил Влад, разработчики, как правило, вообще забывают о том, что у нас есть вообще такие проблемы в своей производительности, и вообще, что надо их как-то решать. Как много у кого на проекте выделенный перформанс бюджет? Там не можете их установить? Вообще, как много у кого, там, допустим, стоит Lighthouse на проекте, именно автоматизированный режим? У него... Ага, есть. Да. Ну и вообще, кто за последнюю неделю хотя бы раз открывал performance-профайлер в Тертулзаре? Ну то есть, я думаю, сегодня будет о чем мы с вами покажем. А если не performance-бюджет, совсем можно к кому-то больше просто? Менее. Ну... Нет. Если... Кстати, вы задаваете вопросы по коду, так будет лучше, наверное. Я думаю, я успею. Как правило, это аквайл, в котором определяется, значит, какие там метрики и какое значение нас вообще интересует. Нет. Я думаю... Я вообще сегодня буду часто обращаться к Реге Осване по моему популярной статье Санат Javascript Up. То есть, яркий иллюстрый, когда плохой перформанс. То есть, когда мы клиниками... И оно не отдаёт, и какой фидбэк вообще пользователь. Поговорю сегодня о том, вообще какие метрики можно рассмотреть, с помощью каких вообще измеряется производительность приложений. И вообще, какой импэк оно приносит, собственно, заказчику, нам и юзерам. Ну, я думаю, знакомы вообще кому-то проблемы. Понимаете, проблема производительности, они не о девелоперах. Не о людях, а о кастумерах или о вашем, собственно, заказчике. То есть, если, допустим, приходит кастумер, и у него есть пользователи, они приходят, они не могут работать с приложением вашего потенциального заказчика, точнее, кто у него заказчик. Они уйдут. Правильно? То есть, если они уходят, значит, ваш кастумер не получает деньги, значит, он вас больше не найдет на работу, и все. То есть, того мы имеем, получается, обиженного кастумера, обиженного пользователя, и, собственно, себя без работы, да? То есть, собственно, нам нужно эти проблемы каким-то образом решать. Ну, когда мы говорим об улучшении веопроизводительности, это напоминает чем-то вот рисование лошади, да? Вот, допустим, берем рисуем, сначала хочется стоять задницу, да, то есть рисуем кружочки, там, допустим, а потом всю остальную грибу, там, и так далее. То есть, как правило, очень сильно много нет работы против разработчиков в плане вообще обеопроизводительности. Ну, вот, например, взять, по-моему, последний проект. То есть, я прихожу, думаю, о, как можно оптимизировать, открываю, а там, как бы, конфетовая палка, в которой я просто не могу до него достучаться, потому что он вообще внешне там приходит, и его нужно докастомизировать, да? Потом, как бы, а мы не можем на это выделить время, потому что нам нужно писать новые вещи, и вообще проблемы производительности там сейчас не актуальны, они где-то будут потом. Я думаю, большинство из вас вообще работает на проекты, которые внутренние, да? То есть, есть те, у которых, вообще, там, количество пользователей, там, миллион в день, допустим, на проекте? А, на моем проекте есть, да? То есть, из-за этого вообще мы и страдали. Хорошо, как веб-тевелеперы, что вообще мы можем сделать с своим производителем? Ну, собственно, первое, это писать хороший код, да? Ну, с другой стороны, мы можем применять по лучшей практике вообще программные инженерии. Давайте вообще поговорим о коде, все-таки, в первую очередь. Кто знает этого дядя? Так, если кто-то знает. Ну, я думаю, в принципе, все это с ним знакомо. Во-первых, это создатель ESLintup. Во-вторых, это автор книги Hypercompan JavaScript, Николас Закас. Кто-то слышал вообще, как он говорит? Да. Что вообще он в своей книге говорит по поводу улучшения производительности JavaScript? Ну, самое первое, это улучшайте доступ к данным. Что он имеет в виду? Это значит, что лучше храните вообще значения в хитералах, переменных, как можно ближе к инсидившим контекстам. Да, все почему? Потому что локальные переменные, они ближе всего к скопчейн. Ну, я говорю, что в контексте JavaScript. Опять же, что говорит? У кого бывали такие ситуации, когда у нас объекты, три объекты, три объекты, и вот такой вот чей? Вообще, пробертей один за другим. Ну, я думаю, тоже кто-то стал. Есть такая. То есть, чем глубже вложенность ваших объектов, тем медленнее работает ваш корт. То же самое и касается цепочки прототипов. Чем глубже у вас цепочка прототипов, тем менее производительная ваша система. Следующее. Изменяйте дом с умом. То есть, что говорили? Закешируйте, пожалуйста, дом-элемент и максимально оффлайнивайте с ним взаимодействуйте. Плюс, когда интерируете потом коллекции, ни в коем случае не обращайтесь к коллекции дом-элементов и его длине. Потому что дом берет на лайк-режиме, именно из дома, и это тоже дает большой дар на такой функции. То есть, просто загешируйте один раз длину и поднимите. Потом говорит, минимизируйте, собственно, алгоритмически или другими способами, минимизируйте количество итераций и работы, которая будет выполнена в итерациях. Применяйте наиболее производительные структуры для управления водой. Ну, например, ни для кого не секрет, что кифы, они довольно требовательны по процессорному применению. Или секрет. То есть, предпочитайте, допустим, switch case вместо default. Ну, я думаю, на самом деле, что при современной ситуации с движками W8, я даже больше, чем уверен, что в целом SpiderMonkey, ChakraCore, они вполне ее получают. Разработчики, в целом, они применяют хорошие практики для оптимизации кода. Собственно, следующее говорит, избегайте довольно таких затратных изменений стримов. И самое важное, не блокируйте основной поток вывода. То есть, что говорит, давайте выполнять то, что стерилизуемо в юркерах, и в целом не будем блокировать пользователя. Это что касалось оптимизации по коду. Следующее. Это уже, что касается инженерной разработки. То есть, самое первое, чем вы вообще должны столкнуться при работе с оптимизацией производительности, это вообще подумайте, как ее измерять. Вот что вот, ну да, нам нужно измерить ее производительность. Вот что делать. Поэтому инженеры из клана, они предложили такую модель. Называется она RAIN. То есть, это RAIN из response animation idle. Что значит response? Это значит, что ни один JavaScript таск не должен выполняться больше, чем 100 миллисекунд. То есть, все, что выше 100 миллисекунд, то есть, если пользователь не получил фидбэк на свои действия в течение больше 100 миллисекунд, оно уже ощутимо по этим уплатам. Что касается анимации. То есть, стремимся к 60 FPS. Idle это значит, что ни в коем случае таск JavaScript не должен быть дольше 50 миллисекунд. Все почему-то, потому что иначе мы уже выходим за пределы одного времени. И что касается лоада, то метрика first meaningful paint должна быть до 2 секунды. То есть, это что значит, что когда мы загружаем страницу, то есть за 1 секунду мы уже должны что-то значимое сделать. Это что касается модели RAIN. Теперь давайте поговорим вообще, какие виды метрик для измерения веб-производительности у нас есть. Ну, собственно, это метрики рендеринга, интерактивности, сетевые и какие-нибудь свои кастумные. Как правило, кстати, кастумные, они наиболее противные, потому что они ваши, ваши родные. Именно вот они для вашего какого-то специфического описания. Все остальные, которые указаны ранее, они для общей массы. То есть вот эти аллазы ответа вы сами себе не планируете, то есть там это может быть что-нибудь такое. Давайте поговорим о метриках рендеринга. О первых четырех я поговорю отдельно. Что касается speed-индекса. Это такая метрика, которая определяет, как быстро ваша страница заполняется контентом. Ну, то есть, допустим, если у вас многое имя, то там появилось. StartRender – это когда появился самый первый пиксель вашей страницы. Visual Complete – это тот случай, когда на вашей странице уже не происходить никакие изменения. Это значит все просто. Вроде бы она стабильна, но там еще может происходить какой-то такой жалстный, который должен работать на работу. Но для пользователя уже равно не важно. В случае, если вы нормально залазите, смотрите, что у вас там происходит. Ну, что касается Hero Elemental. Вы для своей страницы определяете какой-нибудь важный элемент. Как правило, это какой-нибудь большой там заголовок. Там H1 или там имидж или там кусок большой контента. И определяете вообще, за какое время он должен появиться, если быть отрядленным. И последнее. Immolative Layout Shift Score. У кого такое было, что, допустим, вы сидите там на форуме заполнения заказа, там что-то наклацали. Нажимаете уже кнопку, допустим, или отправить, или наоборот, отменить. Появляется какой-то элемент, и вы кликаете на него. Ну, неожиданно. Да. То есть, собственно, вот эта метрика, как она определяет, такие неожиданные изменения Layout для пользователя. Да. То есть, стараемся этого сделать. Теперь давайте вообще поговорим о сайте Судсерва. Я его решил вообще проверить на производительности. Скажем честно, вчера решили проверить повторно, а у меня не получилось. То есть, открываю, решил записать кэш. 30 секунд сидел ждал, когда у меня появится вот эта часть. В итоге не дождался FirstMeInfoPaint, не дождался только FirstPaint и FirstContentFallPaint. Когда происходил FirstPaint для сайта Судсерва? Когда загружался вот этот вот СЛЖ файл. FirstContentFallPaint появился только тогда, был, ну, не помню, как этот уже запрос назывался. И, собственно, FirstMeInfoPaint у меня уже не был. Ну, вчера не был, когда я измерял, это был слайдер. Вот если это тут маленький такой, то есть, когда скрометит, там слева. Да. Впрочем, она определила JSON. В целом, то есть, этот профилировщик Google Chrome, рекомендую пользоваться. То есть, раньше я же не видел вот этих всех палочек. Сейчас он, в принципе, есть. То есть, каждая определит свою ленту. В целом, вот видите, между FirstPaint и FirstContentFallPaint проходит не так много времени. А между FirstContentFallPaint и FirstMininFallPaint уже может происходить в какой-то одной секунде. Да. Хорошо, давайте рассмотрим вообще более подробно и наглядно. То есть, когда мы, допустим, сидим на какой-то странице, и мы переходим на другую. То есть, у нас сначала наверняка появится белый экран. Если система, конечно, оптимизирована, мы можем этот белый экран и не заметить, но у нас с лампом 3G, то есть телефон, нам более чем уверен, что заметим. Что происходит дальше? То есть, у нас происходит какое-нибудь минимальное изменение контента. Браузер рисовал какой-то набор первых пикселей. Ну, вот если, допустим, убрать все вот эти. Нам это о чем-то говорит, нам это ни о чем не говорит. Далее. Он начинает рисовать какие-нибудь картиночки, как право этот текст, на самом деле. И, собственно, когда уже появляется то, что несет до нас с вами, как пользователи, какую-то информацию, происходит уже метрика . То есть, как правило, первые два отвечают на вопрос Is it happening? Что там вообще происходит? То есть, если пользователь не увидел вот это в течение длительного времени, он уйдет. То есть, если вы открываете, у кого-то такое было, что открыл белое, 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 то есть, это важная метрика вообще для сайтов, которые большое количество юзеров. То есть, там, например, если уже там говорить о другом компании, там он отчет идет на миллисекунды. То есть, и, собственно, он отвечает на вопрос Is it used? То есть, полезна ли нам эта информация? Ну, а дальше на бой вступают уже интерактивные метрики, о которых мы поговорим, которые говорят, почему можно ли с этим как-то вообще работать. Хорошо. То есть, я уже говорил о том, что FirstPaint или FirstPaint как-то 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 она отвечает на вопрос, происходит ли что-то, и вообще несет ли для нас это какую-то информацию. Now, FirstPaint, это когда происходит изменение значительных частей лояпы. Например, когда у вас появились какие-нибудь изображения. Google вот совсем месяц назад ввел еще дополнительную метрику, называется LargestContainablePaint. Это когда у вас уже вроде FirstPaint произошел, но при этом самые большие элементы экрана они еще не появились. И вот там, допустим, для Инстаграма они определяют это как VGT. Ну, действительно, вот здесь самые большие. То есть, как они вообще это делают? Это когда самое наибольшее изменение лояпы. Вот они когда вот это все профилируют, они смотрят вообще, что изменилось в доме, какие там размеры, и все это подсчитывают и выдают вам итоговый слой. Хорошо, теперь давайте поговорим о том, как рендеры метрики мы вообще можем измерять. У кого такое было, что появился какой-то контент, исчез, появился опять? Ну вот, например, текст. Видим, исчез. Допустим, белый какой-то экран, потом он опять тот же самый, тоже красивый. То есть, вот это называется Flash of Invisible Content. То есть, как с этим чекулиться, то есть, ввели недавно вот твои слова. Это когда, допустим, есть, опять же, это для случая, если у вас система, и она зависит от именно текста, то вам такой подход подойдет. А вот если у вас есть система, и она зависит от красоты, то есть, если у вас там, как-то, влиял зависит от шрифта, то вам такое не надо. Ну, как правило, здорово, кто нам считается. То есть, сначала покажите, через шрифт по умолчанию, через фон FaceLab, он всегда, всегда, поверьте, у вас будет. И потом, когда уже шрифты подгрузятся, вот, например, у меня на предыдущем проекте шрифты грузились 3 секунды. Там, как бы, довольно длительный период, чтобы показывать просто пустой экран. И когда шрифты погрузились, они взяли и заменились на ноты. Хорошо. Следующий пункт, там, вообще, по оптимизации рейтера и Netflix. Кстати, понятие улучшения производительности нельзя относить только к специфическим метрикам. То есть, как правило, оптимизируя, то есть, там, first-contentful-main, вы можете, там, оптимизировать метрики интерактивности. Наоборот, оптимизируя метрики интерактивности, вы в том времени first-contentful-main. То есть, все оно взаимосвязанное, и, в принципе, друг без друга оно не живое. Поэтому, как основные правды говорят, удаляйте те ресурсы, которые блокируют процессы ADN. Убирайте то, что вам нет. Ну, собственно, ладно, мы даже этого говорим. Да. То есть, я хотел бы вам сейчас ответиться на на наберах. Кто знает, вообще отличает на бассейн-кантефьер атрибутов у скрипт тега. Хорошо. Мы об этом тоже поговорим. Дальше. То есть, нужно устанавливать коннекшены, можно раньше, но при этом тоже это делать с умом. Дальше. Применяйте ленивую загрузку. Решейте, разбивайте ваш банк на маленькие части. И, собственно, продумайте, как вам лучше предоставлять свой паттер контент так, чтобы общать. Итак, было понятно. Давайте поговорим об атрибутах сим-дефьерах. Вообще, в чем между ними колоссальная разница? Вы прекрасно знаете, допустим, кто знает такой антипаттерн, как сейчас господи eval в JavaScript где? Есть такая функция eval. Почему это плохо? Не секью Не секью. Хорошо. А если у нас происходит момент, когда у нас попадают JavaScript в строки и нам нужно его выполнить? Да. Скорость выполнена. Нет, нет. Хорошо. То есть, как правило, допустим, если у вас будет документ фрайд, да? Да, документ фрайд. Допустим, вам попал со стремлога JavaScript, документ фрайд, еще JavaScript. Он будет блочить весь поток выполнения и рендерить HTML. Мы, как разработчики этого хотим очень избегать. Да. если у нас есть скрипт с атрибутом массивности, что происходит? Мы его включим, при этом параллельно парсим HTML. Получили, и дальше начинается самая противная часть, нам нужно этот скрипт распарсить, скопилить, дальше движок его оптимизирует, и при этом за все время он блокирует основной поток проекта HTML, и мы можем не все увидеть. и вообще иметь просто пустую экран, а потом появилось бакс, и все. Как только скрипт распарсился, мы можем, в принципе, идти дальше к HTML. Что касается deferring. Идет основной поток парсинга HTML, мы что-то там загрузили, подождали, пока HTML распарсился, только когда выполнили ну, то есть когда, допустим, нам это хорошо, когда у вас есть какой-нибудь sort-party, от которой вообще у вас ничего не зависит. Правильно? Когда, допустим, это блок, когда ну, когда есть зависимость. Хорошо. Что касается установления коннекшена вообще заранее. Мы это можем сделать через следующие вообще атрибуты. Ну, я здесь указал реальность prefetch и pre-commit. Кроме всего этого, у нас еще есть preload, prefetch и pre-render. Наверное, еще один какой-нибудь забыл. Что касается, что вообще значит устанавливать ранние соединения? Все мы знаем, для того, чтобы вообще установить пошлите технику, нужно вообще крепить. То есть, как правило, это время мы можем, допустим, выделить ранее и загрузить ресурс уже, когда он понадобится, но при этом уже держать заделение открыли. То есть, в целом, там, dns prepetch и pre-correct они между собой похожи, и вот как я здесь написал, если браузер не поддерживает triconect, то он может всегда использовать для нас triconect. Почему мы не можем использовать triconect везде? Я думаю, что вообще все вот эти соединения затраты. На это нужно cpu, и вы, в принципе, могли бы использовать cpu где-нибудь где-нибудь лучше в этот момент. Поэтому не получится так, чтобы у вас 7 ресурсов вы взяли там prefetch и пер-connect и все вот это не имеет никакого смысла. Что касается pre-load и pre-fetch то есть, они используются для того, чтобы предзагрузить pre-load для критических ресурсов, prefetch для механических. Да. Надеюсь, этим понятно. Что касается вообще минимизации кода. То есть, вы все текстовые ресурсы можете сжимать, правильно? То есть, в целом, это хорошее считается практикой. Но, опять же, как говорил, надо путь на то, чтобы потом это все разархивировать, нужно процессорное время. И это процессорное время может быть использовано продукты выполнения, или же для обработки пользовательских событий. Кстати, имеем в виду всегда, что когда мы говорим о предпроизводительности, пользовательские события наиболее значимы. То есть, юзер что-то нажал, это значит, что надо сначала обработать клиент пользователя, а потом уже делать все остальное, что для нас очень важно. Да. Ну, то есть, что касается можете использовать ксид и проводли, но, опять же, существует несколько вообще способов предоставления контента пользователю. то есть, мы это можем делать через client-side-rending, server-side-rending и через статей генераторы статических сайтов, например, тот же самый детский. Чем хорош, чем плох client-side-rending? это то, что время на first-of-tetable paint у нас, в принципе, довольно небольшое. Дальше мы загружаем в банк, дальше мы его там редвили, выполняем джавстрит, блокируем основной поток выполнения и, в принципе, оттягиваем время для интерактивности, как можно дальше. что касается сервис-сайд-rending, это как бы практика используется в SEO, но в целом она и годится для оптимизации производительности как таковой. но в чем ее может быть проблема? Это то, что вам нужно дольше выполнять этот запрос, потому что еще что нужно это сделать запросы. То есть выигрывая вот здесь, вы проигрывая здесь. То есть, как правило, это тоже очень важный момент. Что касается генератора статических сайтов, это вы генерируете на сервис-сайт, используете в плате и загружаете уже сайт какой-то, допустим, просто статической бейджа, в целом в одной не требует много времени, а также загружаете JS к даун. Но писать такой код довольно напряженно. Еще хорошая штука используют инженеры React для сервер-сайд-рендеринг это вместо render-to-string метода, когда мы приорганизовываем React-to-string мы можем это перевести в string и если в самом стандартном подходе мы сначала перевели в string, готовый html только потом рендеринг то в случае со стримами то мы отдаем все по кусочкам. В целом время до first byte у нас уменьшается и соответственно с first-menu full-point тоже. Еще одной хорошей практикой для оптимизации рендеров метрик является кеширование и использование штатей фиб 2 и 2 и и 2 2 и 2 ну я думаю на большинстве проектов CDN используется до факта есть ли у кого CDN на проекте нет? то есть у всех я подозревал что у всех есть да поэтому старайтесь его скользить что касается оптимизации критического рендеринга у меня у меня когда я готовил этот слайд то Влад расскажет не буду так в целом так вы помните о том что вам нужно отдавать тот css который вам нужен если у вас большая страница для каждого пользователя вам не нужно отдавать все три css для одного пользователя старайтесь это все минимизировать и вообще показывать стиле как можно начать все что я вообще озвучил оно попадает под паттерн PRPL то есть отправляйте минимально коды репляйте быстро фишируйте с использованием сервис-флокеров ну и дальше загружайте только что касается оптимизации изображения там хорошим подходом является изображение они важны как правило изображение может быть 4 метра выше понятное дело загружать сеть такими размерами это значит выстрелить спирту что вообще говорят угловские ребята но он не поддерживается другим браузером это хром и вот имейте ввиду что у вас в изображении иногда есть метаданные как гео акация кто фотографировал все равно в принципе не надо оно занимает память дальше адаптируйте изображение согласно общим медиаскринам вашего сайта то есть если у вас пользователь с телефона вам не нужно адаптировать его второе изображение вы можете опять установить сжимайте суток приоритизируйте изображение которое нужно как вы получили а дальше загружайте то что надо и старайтесь автоматизировать процесс с немало руками когда раз это все сжимали что касается метрик интерактивности первое это first cpu idle time to interact delay и вот я хотел бы отдельно поговорить то есть все остальные это максимально приблизительно задержка по импуту максимально потенциально и то максимальное время для которого пользователь не может делать общение чехла что касается first cpu это когда у вас завершились все три темные таски и в целом браузер может отвечать на входы пользователя за reasonable время если посмотреть сюда загружается страница у нас уже произошел там выполняется какой-то js это длительный это значит что время выполнения больше 50 мили секунду ничего не нужно сделать как только выполнялся длинный джейс у нас происходит момент с first cpu id что касается время интерактивности он определяет как много времени требуется до того момента когда страница полностью пройти как вообще мы можем это все определять минимизировать лог таски когда у вас большая отложенность навешивания гидраторов и прочее и самое важное когда вы определяете перфоманс метрики это то что вы должны помнить что 200 кбайт js это не 200 кбайт изображения на 200 кбайт изображения вам на обработку потребуется 4 мс максимума на 200 кбайт js может быть и 800 и выше в зависимости от того вообще что у вас нет js поэтому самое основное что вы должны помнить когда оптимизируете интерактивность это пожалуйста разбивайте по шпортам на час чем меньше вы хода предоставляете основного потока для обработки тем быстрее его выполнят тем проще это все будет разбивать на маленькие юнитов логи следующее если мы говорим в контексте СССР мы можем отдать большой html и дальше необходимо навесить его на контент мы отдаем html т.к. там же должны какие-то обработчики события это называется гидрация в случае если нам нужно оптимизировать верхуность то нам не нужны обработчики события которые нам не видны поэтому предложили с использованием прогрессивного гидрирования персекшен обзора это только то что попадает в область нашего экрана соответственно когда же какой-то новый элемент требует того чтобы на него навесить обработчик мы его его и меньше только когда он виден что касается first input delay у кого такая ситуация была что вы нажали ничего не происходит и через 3 секунды вам пришел какой-то фидбэк поменялся цвет это значит что у вас заблокирован основной опять же патрон эта метрика применима на все пользовательские события вы что-то сделали не получили фидбэк потом через какое-то время его получили с этим хорошо отправляется паттер называется idle т.е. если у вас есть какой-то ресурс который требует вообще ну должен быть выполнен вам занимать вы можете подождать когда у вас произойдет request iqqv это тот момент когда основной поток говорит я свободен я могу дальше работать но в случае если вам он понадобится раньше вы отменяете этот pv и инициализируете ресурс но только в том случае придав вам уже непосредственно много то есть что касается network metrics самое основное является time first line я не буду на них долго останавливаться ясное дело на то что установить DLS handshake точнее десятки handshake с сертификатов тоже нужно время чтобы это стакан то есть что хотел сказать своих докладов серебряной кули нет то есть в большинстве своем может быть вам эти прорубиметрики производительности вам не понадобятся но чем раньше вы покажете пользователю то что им непосредственно надо тем лучше то есть использовательные лучшие практики инженерные можете конечно хорошо писать но я думаю спасибо спасибо в целом спасибо 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 и такой вопрос как ты считаешь использование всех для улучшения производительности для загрузки страниц имеет место для чего другого если у тебя граффель то тебя не спасут потому что все уйдет на один и то вообще если ты запрещаешь ресурсы почему не то есть если конечно случай если не кашируем почему не применять тем более спасибо спасибо у меня такой вопрос по метрикам нет напомнил эту метрику мы не можем оптимизировать потому что это бэкэнд и часто я видел что у меня очень большое и поэтому я не могу на это прийти правильно мы можем на это влиять если мы требуем меньше кода который нам предоставит сервер то там будет уменьшаться если мы больше работы берем как фронтенд разработчики что лучше если мы работаем то там это больше сервера спасибо за доклад такой вопрос возвращаясь к атрибутам reconnect fh sync и так далее мы сейчас по сути работаем глубокого CLI когда конечный индекс уже генерировался автоматически не все лайки по крайней мере они не напишут атрибуты соответственно может создать признанительность как с такой ситуацией сделать еще дополнительный скрим чтобы он дописывал в итоге ну просто туда можно дописать все определяется я думаю когда я с этим работал я для индекса я сдавал через пак потом это все собирал скорее всего лучше в некоторых случаях может даже смысл использовать но я думаю там же есть в случае от зависимости тех которые мы можем задавать разные атрибуты разных скриптов плюс у нас есть ассет манифест по идее если это оказывает какие скрипты грузились дальше если собирается клиент ну допустим да но просто там можно указать атрибуты для генерируя CSS а в каком подговоре добавили спустя сколько времени не приходится ждать получается тут не подскажет да ну однозначно иногда хорошо есть с другой стороны потом поддерживать как правило на больших проектах там департ всегда будет слово спасибо дякую за добрый вот таке питание там разбитие мальчанки для продуктивности есть какие рекомендации из своих досвидей какие постережения с какими критериями разбивать основные притерии это то что у нас есть бандл он сформировался взять давайте возьмем реал мы собрали целиком у нас есть дроутинг если мы не оптимизируем то он переводит на соответствующий компонент если нам не нужны какие то компоненты сейчас первая запуск страницы если мы не ставим лази если мы не станем ras разных чантов, чтобы это более явно для разработчиков было, чтобы мы документировали все. Есть еще вопросы? Нет. Спасибо. То все-таки сервис этих подходов мы говорим про SSR, мы говорим про статиков, статические генераторы, и там перший был просто различаемый, то еще что-то и обратно у нас есть свобода выбора с чего это для реформации будет качество? Это зависит от требования я вот если как девелокер я скажу, что лучше client-side-трейдер потому что как меньше работает, меньше надо заворачиваться чем-то. Если система требует SEO, у нас уже сразу автоматом обладает SSR и SSG если у нас все они все в партии мы в целом можем отдавать статические страницы пользователям они не требуют какой-то там собственного т.е. если я брал SSG неприменим например для dashboard апплитейшн потому что мы получается грузим в зависимости у нас все проектов а мы можем динамичный запуск по идее это самые шутки просто мы маем разумно погодить что у нас абсолютно весь контент динамичный то не окей а если у нас частина статичного много например веб-магазин от рендера а корсина или кабинет уже динамичный то ну да нормально да в тубе менее все равно да могучий немножко ответ в общем недавно google научил своего краулера и подсел тоже нормально да только там есть нюанс все равно кроулер поддерживает некоторые штуки до сих пор ну то есть даже несмотря на то что он поддерживает большинство людей все равно есть небольшой список того что он в состоянии плюс там же если я правильно помню у кроулера если он не получил ответ по течению определенного времени допустим на страниц то он уходит у меня такой вопрос что на большом проекте допустим у нас main.js может достаточно сильно раздуться и его надо загрузить в первую очередь правильно а что ж это за такой большой проект что мы не можем допустим main.js очень сильно раздуться а как у нас такая ситуация в первую очередь проанализировать аналайзером что в нем находится используется что например например ну чтобы посмотреть что в него входит есть ли какие-то 100% что есть то что нам вообще не нужно наверняка есть то самое лучшее что мы можем сделать использовать интерсекция интерсекция ну то есть мы не можем действительно подгрузить весь JS вот там маленький аппарат который вообще нам доступен интерсекция загрузить уже то есть уже автоматом даже эту одну страницу мы разберем что касается main.js ну самое первое что в голову приходит можно отправить на CD быстрее доставить если в нем используются в этом main.js то есть какие-то быть вычисления которые ну мы можем действительно все реализовать давайте вынесем это на CD ну например сейчас очень популярно сказать давайте подругим пускай скобили на ресурсы не всегда это вам доступно ну всегда нужно что-то разбить что-то закешировать что-то быстрее доставить самая основная проблема вообще работы с JAS это то что на парзинге на компиляцию требуется время то есть если мы оптимизируем эти три метрики и работаем с JAS мы выиграем да окей спасибо